Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов и вы на моем канале Комменбай. Я сейчас нахожусь на одном из своих объектов. Дом из бруса. Печку установили уже. Печку установил заказчик сам. На этом объекте будет использоваться дымоход из IC304. Да, я считаю, что это тот минимум, который должен быть на бане. Несмотря на то, что у меня есть продажи и IC304. Но бюджет у всех разный, поэтому мой вам совет, если у вас есть надежность, если вы хотите безопасный и надежный дымоход, минимум это должно быть IC304. Особое внимание уделю противопожарному узлу, потому что противопожарных узлов очень много. Но я с 2019 года поставляю дымоходы, безопасные дымоходы и печи для бани. Вы можете посмотреть, какие печи в регионы Республики Беларусь. И дымоход, и противопожарный узел, когда я комплектую, у меня есть несколько комплектаций для заказчика. Комплектация отличается по бюджету. В стандартной комплектации, в эконом-комплектации у меня идет противопожарный узел. Это может быть противопожарный узел компании «Универсал» серии дымоходов «Феррум». И на этом объекте я буду на его примере именно показывать. В стандартном комплекте противопожарного узла 590 на 590 сам идет ответный лист, экран. И короб. Короб 400 на 400. Он разборный. У него есть свои плюсы, есть свои минусы. Но с ним очень удобно работать, потому что его можно смещать. И высота у него 300 мм. Мы его будем переделывать. Также у меня есть в этой же серии «Феррума» противопожарные узлы из минерита. Если вы боитесь сами что-то делать, если у вас нет каких-то инструментов, в регионе не можете купить минерит, либо какой-нибудь огнеупорный материал, то вы можете купить готовый противопожарный узел, и не надо будет его переделывать. На этом объекте я его не мог поставить, потому что у него есть ограничения. Его надо было обрезать. И если идет подрезка, он смещается по размерам. У него уменьшаются размеры. Я пришел к тому, что нет, я буду дорабатывать стандартный противопожарный узел, потому что у него можно ставить экран 600 на 600, и тогда над печкой не надо будет дополнительно ставить больших экранов, потому что сама печка, если пар идет, он прямо ударяется в экран. Все, пойдем работать, мы его установим, и я вам покажу уже наверху, как он будет выглядеть, и как будет выглядеть безопасный противопожарный узел на этом объекте. К каждому объекту индивидуальный подход. Сейчас я хочу рассказать, что было сделано. Во-первых, вся система собирается по конденсату. Об этом я постоянно говорю, повторяю, и буду повторять, потому что люди звонят и делают ошибки, и продолжают делать, несмотря на то, что рынок развивается. Но информации, по крайней мере, до продавцов не доходит, что систему надо продавать по конденсату. Как собирается система? Ставится прессовая муфта, то есть на печке идет стандартный минус, 115 минус. Ставится муфта плюс-плюс, и мы выходим по конденсату. То есть у вас уже муфта, начало дымохода, начинается 115 плюс. И дальше система начинается по конденсатам. Обязательно ставьте разгонные участки. Я не советую сразу ставить утепленную трубу, хотя бы немножко разогнать. Разгоняйте участок трубы и ставьте шиберную заслонку. Шиберная заслонка на банях должна быть. Ставьте, хуже не будет. Вы притушите немножко горение, ограничите воздух, потому что банные печки, у них один большой минус, они постоянно всасывают в себя воздух. Большая подача воздуха идет, несмотря на то, что у вас, вы закрываете зольный ящик, несмотря на то, что вы ограничиваете подачу воздуха на дверь, все равно постоянно идет подсос воздуха. Поэтому шибер этот вопрос решает. Да, я понимаю, что шибер не для этого был создан, но, к сожалению, на отопительных оборудованиях, на данный момент сейчас, шибер нужен для того, чтобы ограничить горение, потому что вот здесь труба не должна нагреваться до окрасна. До шибера, ладно, еще куда не шло, но все равно вы должны регулировать подачу воздуха в камеру сгорания. Труба до окрасна, это не есть хорошо. Не надо полностью в топку все закидывать для того, чтобы быстрее протопить. Нет. Обязательно идет насадка нижняя. Они могут быть разные, они могут быть высокие, короткие, но это насадка нижняя. Это не заглушка с отверстием 115 на 200, либо 115 на 180, это именно полноценная насадка. Она идет как верхняя, так и нижняя есть, только они видоизменены. И на этом объекте использовалась, конечно, утепленная. Напоминаю, IC304 здесь стоит по всей длине от начала до конца. Кто подписан на мой канал, тот знает, что я за IC304, за всенитную марку стали. И подписывайтесь на мой канал, потому что я подготавливаю видео довольно серьезно. Это именно касается всех бальчиков по применению нержавеющей стали, и какую нержавеющей стали необходимо ставить для бани. А после этого видео, я думаю, приобрету очень много врагов, ну и, конечно, приобрету много единомышленников. И это очень важно, потому что эту тему надо развивать, и надо делать правильные дымоходы, надежные и, конечно, безопасные. Это бани, это вам не шутки. Также хочу отметить один из сегментов. Это кольцо уплотнения. Кольцо уплотнения, оно универсальное. Его можно ставить как наверху, так и внизу. Что оно позволяет? Во-первых, чтобы туда не попадал воздух горячий. Это раз. Во-вторых, закрывает монтажное отверстие, которое в экране. Плюс здесь у нас стандартный экран. Мы вышли стандартным экраном из-за особенностей печи. Не во всех печах можно поставить сразу стандартный экран. Почему? Потому что дымоход может быть смещен как ближе к фарилке, так и ближе к этой стенке перегородочной. Поэтому здесь по центру я изначально выезжал, замерял. И экран подогнал мне такой, какой нужен. И то мы в процессе монтажа необходимо было подрезать нам для того, чтобы выставить уровень. И после этого, после подрезки, ножницами, да, все равно появляются какие-то заусердцы. Мы кольцо уплотнением это все спрятали. И вы ничего не видите. Потребитель ничего не видит. Он просто будет наслаждаться и получать удовольствие от легкого пара. Еще когда я выезжал на этом объекте, вот смотрите, вот здесь вот идет балка. То есть если мы будем везти ее дальше, она будет проходить в 3 сантиметрах, от 3 до 5 сантиметров возле трубы. Ни в коем случае так нельзя делать. Это нехорошо и это небезопасно. Чему это может грозить? Если не поставить нормальную изоляцию, все идет к тому, что просто баня может загореться. Поэтому я заказчику сразу сказал, у вас два варианта. Первый вариант, это сместиться в сторону под углом 45 градусов. То есть ставится труба, и мы по оси смещаемся в сторону и выходим. Но парилка не высотка, и когда человек может идти, он просто может задевать углы. Это раз, для тяги это нехорошо, это два. И третье, с точки зрения эстетики, ну никуда не годится. Хотя из практики скажу так, где-то 50% печей монтируются именно так. Углами 45 градусниками уходят в сторону. В первую очередь это касается печей, которые выходы расположены ближе к перегородочной стене. Заказчику об этом сказал, об этих нюансах. Он сказал, нет, Дима, давай прямо выводи, а потом на крыше мы сведем под 45 градусов. Я вам покажу, поднимусь. Так и было сделано, потому что мы там попадаем дополнительно еще в ферму. Это нехорошо. И нам необходимо было уйти, потому что либо мы здесь смещаемся, либо мы там. Ну согласитесь, когда вы заходите в парилку, и у вас прямая труба, это отлично, это хорошо, это красиво. И, конечно, это надежно. Поэтому шаг, вот центр, центр печи. Шаг стандартный 60 см. 59-60 см между балками. Делайте отверстие 500 на 500. Объясню, почему 500 на 500. Можете сделать 600 на 600, никаких проблем, это все решайте. Потому что смотрите, вот стандартные экраны. У них в зависимости от изготовителя, в районе от 3 до 4 см выдавливаются отверстия. И в результате чего, если вы сделаете больше, то вы попадаете в воздух. Тогда надо дополнительно крепить на втором этаже профиля короб противопожарного узла 500 на 500. И любой противопожарный узел тогда можно поставить. Потому что короба, как правило, 400 на 400, если это квадрат. Если это круглый диаметр, то диаметр 400 тоже, 350 мм. И вы не ограничены будете. Ну а здесь заказчик, уже сам я поднимусь наверх, он усиливал. Он обрезал эту балку, согласовывал со мной размеры монтажные, какая необходима для противопожарного узла. Мы за безопасный монтаж и за безопасные дымоходы. А безопасные дымоходы это устинитные дымоходы, всем уже давно известно. А кто хочет со мной поспорить, пожалуйста, пишите в комментариях и обоснуйте. Конечно, обоснуйте. Ну а теперь работа в спартанских условиях. Вот противопожарный узел, который мы дорабатывали. Видите? Здесь изоляция, это каменный утеплитель. Изоляция не горючая, обязательно класс НГ должен быть. И вот противопожарный узел. Здесь остается воздушный зазор. Если бы здесь был второй этаж жилой, то вот этого утеплителя, возможно, бы не было. Там буквально до 10 см изоляции. Для чего она делается? Для того, чтобы отсюда не шел холод вовнутрь. Который вы можете сделать сами, доработав его, он безопасный. Поэтому здесь никакого возгорания, даже и речи не может идти. Это безопасный элемент. И в дальнейшем, конечно, заказчик его сможет еще опустить. Потому что вы видите, вот эти листы, они отдельно стоят. Они прикручены уже к самой доске. А сам мини-рит и противопожарный узел, он подвижный. Если надо на 2-3 см опуститься, на 5 см, заказчик просто может спокойно опуститься, автономно. И при этом на пожаре безопасности никак не отразится. И вот у нас угол 45 градусов пошел. Потом поставили мы полметровую вставку. И поставили еще один угол 45. Углы 45 трехсегментные, чтобы на тяге минимальное сопротивление было и ушли вверх. Везде здесь зашито все базальтовым картоном. Здесь везде керамика. С каждой стороны по 10 см у нас остается зазор. И кровельное крепление, которое позволяет сделать дымоход безопасным. Вот это мы уже сделали для дополнительной безопасности, пожаробезопасности. Потому что я за это очень переживаю всегда. И каким-каким объектам, но к баням я отношусь с перестраховкой огромной. Сейчас хочу поговорить о кровле, о гидроизоляции ее, конечно. Перед вами труба 115 на 200. Вышла через мягкую кровлю. Кровля Айки. Это мягкая кровля. Обратите внимание на то, что стоит насадка верхняя. Она также утепленная. И идет грибок. Грибок, конечно, тоже из IC304. Стоит дополнительно кольцо уплотнения. Кольцо уплотнения это универсальное. Это тоже кольцо, которое внизу стоит. У нас кровельный проход. Кровельный проход RS2. Это мастер флеш, так называемый в народе. В силиконовом исполнении. На что надо обратить внимание при монтаже? Вот этих вот элементов. Я езжу, переделываясь дымоходом. Очень много дымоходов и кровли текут, во-первых, когда неправильно герметик подбирают. И во-вторых, потому что это гораздо легче сделать, берут, просто вырезают отверстие, мастер флеш, хлоп, заклеили герметиком, по периметру герметиком проставили и уехали. Прошло 3-4 года, все, люди, конечно, телефон не поднимают. И тогда начинают искать людей, которые бы могли переделать. И мне это, ну скажу так, переделки, они мне очень неприятны, потому что я за кем-то переделываю работу. Вылазят всякие различные косяки, которые мне приходится решать. К сожалению, это так. Сейчас я вам расскажу о том, что на мягкой кровли, именно на мягкой кровли, как бы вам там тяжело не было, как бы вы не ленили, старайтесь верхний ряд алюминиевого элемента от мастер флеш подсунуть под верхний ряд гонта. Это очень важно. Здесь будет всегда стекать уже кровельный проход. Также вот если вам тяжело и вы не можете, потому что в процессе монтажа бывает обрезаешь, здесь есть гонты каждый, и ты, бывает, попадаешь таким образом, что не можешь подлезть под нижний ряд листа. Что тогда делается? Очень все просто. Вы берете, поднимаете немножко там на 5 см верхний ряд мягкой кровли, подсовываете туда кровельную ленту бутилкавчиковую и все на это. Проходите немножко герметиком, приклеиваете его обратно, этот гонт, к бутилкавчиковой ленте, а бутилкавчиковую ленту уже на алюминии. И вы все вопросы решите, и никаких проблем у вас не будет. Это сейчас касается, в первую очередь, монтажников. На мой канал, конечно, подписаны люди, которые сами будут делать кровлю, люди, которые сами будут устанавливать дымоход. В этом не забывайте. И по всему периметру также устанавливаются еще саморезы кровельные. И смотрите, как аккуратненько все отбито. Конечно, здесь стоит герметик, герметик полиуретановый, который вы теперь ни в коем случае не отклеите. Если придется что-то вам делать, там вы ошиблись с размерами, и ее отодрать, если она прилипла, не этот вариант, не с полиуретановым герметиком. Ну, по герметикам скажу так, если вы хотите мое мнение услышать, я не сторонник битумных герметиков, они ограниченные в работе. Ну, здесь можно было битумные герметики использовать, но я использую полиуретановый, потому что он мне нравится, мне нравится, мне приятно с ним работать. Он легко выдавливается. С битумом есть ряд вопросов, и его не везде можно поставить. Сейчас в банной тематике очень много производителей банных печей, их просто огромное количество. Каждым годом становится все больше и больше. И потребителю все тяжелее и тяжелее выбрать, потому что там свои плюсы, здесь свои плюсы, там минусы, здесь минусы. И у человека просто начинает голова пухнуть. Мои заказчики отоплением заканчивают дома, дом закончили, потом переходят на баню. Потому что в частном доме баня это актуальная тема. И для меня сейчас актуальный вопрос, какую печку предлагать. Я сейчас тестирую одного производителя уже на протяжении двух лет. Я в первую очередь ищу печку, чтобы она была безопасна, чтобы печка была надежной, чтобы печка была долговечной. А хорошие печки должны продаваться с хорошими дымоходами. Также у меня скоро появятся в продаже дымоходы из нержавеющей стали одного из производителей. Даже трех производителей. Подписывайтесь на мой канал, чтобы его увидеть. Хорошие печки должны продаваться с хорошими дымоходами. А хорошие дымоходы, это устенитные дымоходы А что такое устенитные? Это дымоходы всей 300 марки стали 304, 316, 309 и IC 321 Ну и самый из них лучший, это IC, конечно, 309, либо 310 Покупайте хорошие печки, покупайте хорошие дымоходы С вами был Дмитрий Михайлов, Коммент Бай Подписывайтесь на мой канал, всем хорошего настроения, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok